Рухия Умеровой 63 года. Из них почти 25 лет, проходят 40 скандалов, побоев. Вот и сейчас у нее очередная травма – перелом руки. Причина – дом свекры и свекрови в Постаргомском районе. Его не могут поделить две невестки, которые вышли замуж за двух братьев. Неприязнь друг к другу у женщин началась еще в молодости. Казалось бы, разрослись семьи, выросли дети, а проблема все та же. Каждая пытается выселить другую. В борьбе участвуют теперь и дети. Но со стороны за 40 лет я с 9 лет по 7 лет жировал в гостях. У меня были деньги и купить деньги по отношению, чтобы мне заработать деньги. Они получили деньги, занятия деньги, деньги отбел, деньги отбел и деньги отбел. Теперь мы находимся на запрын. Так что я возбуждение за такие обязательства. Причина – какие они убедились. Причина – они получили за пол у женщин. Рухья Умерова о своей проблеме рассказала Хухим области на выездном приеме, который прошел в городе Катакургане. Она просит помочь поставить точку в борьбе за дом. Ситуацией заявительницы будет разбираться рабочая группа. Немат Эшматов также участник выездной приемной областного Хакимиата. Он живет в Махале на Мосполвон Катакурганского района. Аксакал просит установить банкомат в своем селе, наладить подачу питьевой воды, отремонтировать дорогу и обеспечить газовыми баллонами 100 семей, которым в последнее время их прекратили поставлять. Каждый заявитель приходит на ответ. Молодая женщина с ребенком оказалась на улице. Свекровь выгнала из дома и не соглашается принять ее обратно. Надо сказать, что в этот раз зачастую обращения были связаны с семейными и бытовыми проблемами. И большая часть просьбы обеспечить бесплатным жильем. Во-первых, я хочу сказать, что в городе Катакурган за последнее время очень большие изменения пришли. И сегодня граждане пришли поблагодарить за те изменения, которые происходят в городе. Они дают свои предложения, как изменить улицы. Насчет ирригации очень много вопросов. Насчет воды. Но вместе с тем сегодня пришли и те граждане, которым нужны советы. Они обращаются с помощью, дать им дом. Но какой дом? Квартиру бесплатную. Бесплатных квартир нет. И мы объясняем, как можно получить эти квартиры по субсидии. Или же у нас есть фонд, который оказывает помощь малообеспеченным и инвалидам. Также приходят люди, чтобы им помогли с ремонтом дома. Мы после изучения их материального положения обязательно окажем им помощь. Выездная приемная – это площадка, где одни вопросы решаются на месте, другие рассматриваются на протяжении некоторого времени. По-третьим, можно просто получить правовую консультацию и предпринять следующие шаги по урегулированию своих жизненных проблем. Но те, чья жизнь преображается в лучшую сторону после предыдущих обращений, приходят поделиться своим счастьем. Так и Кундус Джабарова вместе с единственным сыном Джавахиром. На ее долю выпало много испытаний. Скитания по разным углам, курсы химиотерапии по лечению онкологического заболевания. Пока мама изо всех сил пыталась продержаться как-то на плаву, мальчик был лишен возможности учиться. Администрация Катыкургана выделила ей однокомнатную квартиру и помогла с обучением Джавахира. Зухре Дустбаевой во время обращения на выездном приеме, в 2019 году выделили 4 сотки земли. Теперь родные и близкие методом хашара строят ей дом. По окончании встречи Хоким области дал поручение руководителям районных городских и областных секторов, управлений и организаций изучить досконально все, около 300 обращений, поступивших во время приема, и отрапортовать по отдельности по каждому из них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова